девочки здравствуйте всем привет что я хочу вам сказать сегодня наконец я решила снять видео аджику буду делать этот рецепт мне прислала лена из израиля привет она готовит аджику по этому рецепту более 30 лет следующие ингредиенты нам нужно для этого видео сегодня такая приколистка как она мне написала в первом случае у нас было 5 килограмм помидор 5 килограмм перца 500 грамм чеснока и 500 грамм горького перца 500 миллилитров подсолнечного масла но девочки я буду делать 3 килограмма помидор 3 килограмма перца 300 грамм чеснока 300 грамм горького перца и 300 миллилитров масла буду добавлять соль по вкусу не определено что она мне сказала что с помидоров нужно снять обязательно шкурку у меня муж вообще приколит тоже я знаете как это дело у меня помидоры очень сладкие их не ошпаривала кипятком они смотрите как у меня шкурочка снимается прям вообще на ура раз и все но у меня вообще все на ура делается даже наши домашние помидоры не забыть да я вот оставила специально две помидорки я их так быстро оскальпировала извините конечно же девочки пользуясь вы чем я как в поле чудес хочу сказать вам следующее огромнейшее спасибо вам за теплые слова да да именно за теплые слова я хочу сказать что не только бывают шарфик одеяло рукавички там свитер теплым но и также бывают теплые слова теплые письма теплые комментарии и именно вот эти вот теплые комментарии нам дают право существовать жить и вообще вот нужно мотивирует нас на какие-то действия вот ради этого стоит жить пусть вокруг вас будет больше тепла и радости вот девочки теперь продолжим снимать аджику вы знаете мы сейчас конечно же лена мне сказала что перец должен быть обязательно красным но так как я вам уже говорила что таким красным у меня вот не красный не зеленый не желтый под у меня всякий раз поэтому будет и аджика такая же на вкус она сказала что это будет уже не фирменный рецепт ну что поделать в этом году вот такая ситуация ну если мне понравится я вам обязательно там напишу потом как это будет вкусно то я буду и дальше готовить аджику поэтому рецепт у меня есть разные аджики но я даже не помню что именно готовила что не готовила поваренную книгу сегодня не могу найти я что хочу сказать но не говори я бегала с ней как ненормальная и еще нужно из помидор удалять семечки но в этот раз я удалять семечки не буду я их удаляла следующим образом я перетирала через сито помидоры но сегодня только много заморочек и если вы не хотите заморачиваться по поводу томатов то можно вместо например как у меня три килограмма перца и три килограмма помидор можно взять 300 грамм томатной пасты тогда вам не нужно не выковыривать семечки и ничего никакого процесса не шкурку из них вытаскивать а можно просто взять аджику и вообще ничего делать так сейчас мы приступим перекручивание мой муж помощник мой муж обился груш помощник звезды сейчас будет на этом агрегате перекручивать овощи девочки я не буду снимать как он это делать звездной мясорубкой первым делом мы будем перекручивать помидоры девочки я уже говорила как-то электронных весов сейчас нет ну нет возможности пока их приобрести поэтому я вот взвешивала на этих весах все возможно у меня по как по объему получится не так как у вас я же не знаю кто их там тарировал и так далее все девочки мы перекрутили вот такой объем у нас получился в кастрюле и так как вот эту аджику нужно до уваривания ну чтоб она густая была готовить я сейчас прямо еще мы не перекрутили помидоры я сейчас прям поставлю на какой извиняюсь перцы говорю думаю про перца говорю про помидоры я сейчас помидоры поставлю прямо на плитку раскаленную и буду их уже варить чтобы они у меня уваривались а я пока тут остальными делами займись на самый большой огонь поставила и так она мне будет стоять пока не закипячен закрою крышкой и будет буду не знаю как мы это будем крутить крутим щас так кому там это хотелось увидеть лицезреть чтобы муж звезды помогал ей смотрите как помогаю на ты дрель держи я буду толкать девочки смотрите какой мясистый перец надо перец чтобы был мясистый кстати перец я купила знаете почему я его купила по 20 рублей попросила свою знакомую чтобы она мне оставила они перебирают скажешь какую-то знакомую это знакомая лена и она дала рецепт 1 лена из израиля а вторая лена из сибири до помогла приобрести перец по 20 рублей представляете мне сказочно повезло еще он какой цветом а вот такой вот у нас перец продается по 75 78 рублей сегодня смотрел этот подороже цены нынче кусаются давай спасибо огромное лена тебе за помощь приобретение продуктов перца по 20 рублей это же очень дешево поэтому огромное тебе спасибо ты сохраняешь наш бюджет для чего-то другого так я буду сразу же вместе с этим перцем сладким я буду перекручивать такой вот сухой гольки за ручку у нас стоит 250 рублей килограмм и больше дорогая джика будет эх не лезет да не порезал не говоришь сейчас пальцы оторвет вот так увариваются мои помидоры ну пусть дальше увариваются смотрите какие они жидкие воды много помидор надо до густоты при помощи этой чудо мясорубки аля кулибин ну перекрутили все очень быстро горький перец вот вместе не знаю как я буду это перемешивать таких кастрюльках вот все я это приготовила сейчас я перекручу чеснок ну а с этим сейчас что будешь делать это я тоже сейчас поставлю уваривать потому что пусть у меня в разных кастрюлях уваривается быстрее будет а еще я придумала взять сейчас помидоры через сито пропустить всю жидкость слить чем не жидкость эту вываривать и выпаривать поэтому я ее сейчас солью постараюсь но это конечно очень трудоемкий процесс или даже на друшлаг это у меня аллергия от красного перца а чеснок мы перекрутим и его за 15 минут до готовности надо опускать в блюдо поэтому он будет стоять отдельно перекрученный тоже ставлю на огонь на плиту у меня электроплита и закипит потом буду выпаривать тоже до густоты будет выпариваться девчонки для поднятия настроения цветочки принесла запаха у них нет знаете похоже на ноготки но название у них на пачке было другое может кто-то знает название напишите пожалуйста правда не не помню что за цветы купила самое интересное что они желтые и оранжевые год пачке было немножечко семян и мне так понравились они я вот сегодня их сорвала с огорода для поднятия настроения меряем чеснок медленно медленные обороты и что хотела еще сказать 300 грамм чеснока и 300 грамм перца для тех овощей 3 килограмма перца сладкого если там будет томатная паста то представляете она будет намного острее а так будет разбавленней поэтому не так остро вот учитывайте если вы любите поострее значит кладите томатную пасту девочки я сразу сюда наливаю 300 миллилитров масла вот у меня стакан 200 если я правильно поняла лена на рецепт что хорошо казалось бы поставил и пусть уваривается и ходишь делаешь свои дела например сейчас я банки не готовила мне нужно подготовить банки но я скорее всего буду бутыли наливать сейчас схожу посмотрю и все это у меня все готовится а я занимаюсь своими делами прелесть девчонки смотрите какая у меня тут варево получилось я все перемешала видите теперь у меня вошло в одну кастрюлю уваривается видите какое уже стоят и густенькая прям прелесть какая чеснок я сюда еще не опускала не солила ничего это у меня еще варится а я сейчас начала мыть банки сначала я смываю с них вот такой вот жир я вот такое средство купила фикс прессе вот прям не как реклама а просто я вам советую очень хорошо отмывает вот смотрите я побрызгала да и вот так беру щеточку и щеточка счищаю она постоит немножко счищают и все там жир уходит отходит то есть отмывается хорошо после того как на доступных местах да мне понравилось что вообще классно не надо шоркать стоять вот я их все побрызгала и все отмыло получается теперь значите как и все знают это вот мне подогнал баночки поэтому я не покупаю вот такую посоль ничего поэтому приходится отшкрябывать в воду замачивать и отшкрябывать ну ладно этот процесс всем известен потом значит что я делаю следующим образом я когда вы мало уже все чистенько я ставлю банки в духовку у меня духовка с конвектором там у меня находится вентилятор потом я ставлю температуру 100 градусов и так они у меня стерилизуются сколько 5-7 минут выключу потом снова простерилизую и так три раза надо надо учиться с клеем банки отмывают этот учет скрябывается ножом а вот здесь вот есть другая банка противная бумажка слезла это и клей девчонки варю уже полчаса я уже как уже сказала что из двух кастрюль переложила в одну перелила теперь я хочу посолить вот я посолю полную ложку с горкой потом попробую боюсь тоже пересаливать муж у меня не любится сильно соленая и что хочу сказать не то что там я поставила и ушла делать свои дела нет так не получается я периодически помешиваю девочки чтобы не пригорело хоть у меня там ничего и не прилипало ну переживаю что вдруг прилипнет вот все процесс идет варится все девочки положила же одну ложку соли с горкой кладу еще одну ложку хочу вам сказать острое да не могу это просто от под башки как мой муж будет это кушать я-то буду с радостью как он будет я не знаю этот копеек си говорю вот девочки варю уже час двадцать и еще думаю наверное часик надо варить зелье свою отлично больше не солила вы солите девочки по вкусу я вам говорила простой чеснок я еще не клала сюда так что я еще варю пока девочки добавила я еще третью ложку соли покипела она у меня попробовала я ее но не соленая знаете но до такой степени острая вот натуральная покупала раньше на китайском базаре вернее не на китайском базаре а в отделе где китайскую продукцию продают и там я покупала аджику так ее там возьмешь мазнешь себе там кусочек такая острая вот это такая же обалдеть просто вот сколько я готовила разных блюд но именно вот такой остроты и горького перца такого количества я никогда не ложила так что обращаю ваше внимание если вы будете готовить и не любите до такой степени острое то смотрите по перцу кладите поменьше не 300 грамм а например там 150 смотря какой перец же еще правда у меня оказался очень жгучий очень острый вот я попробовала сейчас на язычок и у меня губы горят я еще чеснок не клала это у меня еще варится уваривается смотрите вот из двух кастрюль я смешала в одной и вот сколько у меня получилось представляете ну еще поварю наверное с полчасика и буду закрывать в банке ну как вот мне лена сказала что никаких консервантов то есть уксус и лимонную кислоту она сюда не кладет и хранит в погребе получается ли где-то майна в кладовке наверняка хранит и это все хранится я даже не знаю как быть может налить уксуса девяти процентного но жалко будет столько продуктов пытаюсь ей дозвониться сейчас пока еще не смогла смотрите может быть дозвонюсь так проконсультируюсь нужен уксус все-таки или нет девчонки проварила я три часа ее на ту аджику все равно тут жидкость у меня видите какая если я буду еще готовить такую аджику то я буду обязательно сливать сок с помидор чтобы они такие сочные не были теперь что я делаю я опускаю туда чеснок варю еще 15-20 минут и закругляюсь на этом хватит сейчас перемешиваю все все варю последние минуты и начинаю закручивать банки снимаю окончание видео вот я закрыла эту аджику наивкуснейшую эту аджику опять уже эту чашечку съели я уже баночку вскрыла думаю ну че пропадает добру надо уже покушать очень кушать хочется хоть и острое но очень вкусно я уже в этом мариновала мясо очень обалденно вкусно даже без жира я его готовила просто доход ну что девочки я желаю вам приятных нет вкусных заготовок без бомбажа и не забывайте поддерживать наш канал ставить лайки и писать комментарии всем пока до новых видео пришел с работы говорится предложила ее аджику ее фирменную вернее не ее фирменную а будем так говорить ее очень хорошая знакомая из израиля фирменную закуску аджика называется сейчас попробуем такой у нас скромный ужин щи с курочкой были помидорки порезала и вот аджику она конечно острая но очень вкусная только баночка у меня вышла но я вам показывала слушай мне не показалось нормально вообще острое конечно но супер ну что девочки готовьте аджику а я на следующий год если буду острую такую аджику готовить я ее немножко переделаю по-своему ну все пока пока помидорчики нашим ты не хочешь прощаться с девочками попрощайся с девочками пока